Так выглядит проезд ГУШ-транспортный после дождя. И выглядел так десятки лет, начиная с момента, как стал частью района под названием Капай-город, где в землянках беспорядочно селились заводчане. Их потомки, жители проезда, с просьбой отремонтировать дорогу обращались во все инстанции. Весной этого года депутат Госдумы Александр Прокопьев обратил внимание главы города на ГУШ-транспортный проезд. И он стал одним из пунктов программы асфальтирования улиц Барнаульского частного сектора. У нас есть программа, это городская программа, которая у нас существует с 2011 года. Вот с 2011 года 249 объектов по этой программе мы сделали. Ну на память говорю, 47, если что меня поправит, это в Октябрьском районе. Город примерно дает 40 миллионов каждый год на эту программу, да, и в этом году мы выделяем 40 миллионов. Проезд ГУШ-транспортный попал в эту программу. Жители рассказывают, без асфальта перемещаться здесь возможно только летом в сухую погоду. Но вопрос не решался все годы существования проезда. Неоднократно обращались, то есть если там уже видели, снимали, соответственно, в том году коллективное, то есть обращение мы писали, то есть на администрацию города получили ответ, что как бы на этот год попали в очередь. Ну, до последнего не верили. Дорожные работы должны будут начать в середине августа, а вот сроки сдачи могут быть сдвинуты, потому что прямо во время встречи глава города и депутат Госдумы приняли решение проложить асфальт до конца проезда. Это не было предусмотрено проектом. Теперь, когда объемы увеличены, специалистам предстоит пересчитать сметы, пересмотреть сроки. Но техническая часть остается той же полноценное асфальтовое покрытие, плюс ливневая канализация – немаловажная часть проекта для улицы, расположенной на склоне. Мы будем стараться, конечно же, и сохранить дорогу, потому что вода всегда является серьезным разрушающим фактором в моментах содержания полотна. Но и также для нас будет важно, чтобы вода не заходила в дома жителей, и именно поэтому будет предусматриваться система канав. Понятно, что он не всегда совершен, но мы приложим максимальные усилия и постараемся полностью защитить всех. Наконец, проезд ГУШ-транспортный перестанет выглядеть так, будто по нему до сих пор ездят брички, омнибусы и тарантасы. Сегодня, наверное, для ГУШ-транспортного проезда такой исторический момент. В скором времени здесь появится асфальт. И я надеюсь, что именно ремонт дорог, создание твердого покрытия, дорожного покрытия, станет таким трендом для окраин Барнаула. И благоустройство улиц продолжится именно в частном секторе. Некоторые жители ГУШ-транспортного ждали благоустройства всю свою жизнь. И только сейчас поверили, что скоро будут ходить по асфальту. Елена Кузовкина, Андрей Дреер, Алексей Фризин. День с толком.